Приветствую вас, на всякий случай я хотел бы сразу уточнить, что отвечать буду с точки зрения профессиональной психотерапии, вот, с точки зрения психологии, потому что у вас здесь есть два ответа эзотериков, вот, я подумал, что лучше будет сразу заострить на это внимание, потому что ответы могут различаться в своей ориентированности и в том, на чем заостряется внимание. Значит, судя по вашему тексту, мужчина ведет себя достаточно последовательно, логично, выверенно, пускай и несколько осторожно, я бы сказал, изолированно. То есть, у мужчины есть проблема, это проблема с близостью, у мужчины есть проблема, это проблема с выражением своих чувств. Но, я не увидел ничего в вашем тексте, что указывало бы на то, что он бабник, потому что бабники обычно врут, а ваш мужчина не врет, он честно говорит, что у него есть девушка, когда с вами общается тет-а-тет на встрече. Вот, и он мог бы вам этого не говорить, если бы он был бабником. То есть, очевидно, что мужчина хочет именно с вами серьезных отношений, или, по крайней мере, отношений, где нет лжи. Но, у него есть другая девушка, и он об этом честно говорит. И когда вы ему пишите, и он говорит, что у него сейчас тяжелый период, что ему трудно, потому что расставание с девушкой довольно тяжело, Такое впечатление, что вы либо не поверили ему, либо не проникли в положение мужчины, потому что оно действительно может быть таким, и оно действительно может быть тяжелым для него, для мужчины. И оно действительно может вызывать ту реакцию у мужчины, которую вызывает. Понятно, что проверить это никак нельзя. И понятно, что вы имеете все основания подвергать сомнению и поведению мужчины, и его слова, и так далее. Но так в чем проблема? Просто посмотрите, переедет он в ваш город или нет? Будет ли он на постоянной основе в нем жить или нет? Можете уточнить сроки переезда через пару недель, например. И если он действительно переедет, значит, он правду говорил. А если нет, значит, обманывал, и все станет понятно. То есть здесь мне не ясна ваша реакция. Понимаете? О себе вы, кстати, говорите очень мало. И вот вы говорите, прошло три недели, я вернулась. Значит, а нет, нет, даже не так. Перед ответом я дала ему свой телефон, он мне свой нет. А зачем вы дали ему свой телефон? Знаешь уже, что у него есть девочка. Пойдем. На что вы рассчитывали? То есть, как бы, непонятно. Прошло три недели я вернулась, мы оба ходим целый день на скайпе, от него ни слова. Опять же, каких слов вы ждете от человека, у которого априори есть девочка? То есть человек, который занят, по идее. Я не выдерживаю. Чего вы не выдержали? То есть, какие у вас были чувства? Чего вы хотели? Опять же, зная, что у него девочка. Что вам было нужно? Вот. Написал ему, спросив, как дела? Зачем? Для чего? Вот. Мне кажется, такое поведение странно. Чем? Может, он бабник? Что на это указывает? Дальше. Я думаю, лучше удалить его со скайпа. Зачем мне там контакт, который не друг и не враг, а так? Так. А, ничего, что у человека тяжелый период сейчас. Чем вас лично раздражает его наличие, этого контакта? Какие у вас чувства возникли по отношению к этому мужчине? Какие у вас желания появились? Ожидания появились? Понимаете? По какой причине вы, например, за период девятимесячного флиркта с его стороны не прояснили отношения? А получается, вели себя пассивно и ждали, пока мужчина сам пригласит вас на кофе. Чего вы ждали от встречи, когда он пригласил вас на кофе? Что вы испытали, когда узнали, что у него девушка есть и что у них с ней проблемы? Что вы испытали, когда он сказал, что не хочет скрывать от вас данного факта? Как мне чувствовать? Что вы почувствовали, когда он сказал, что хочет вас снова видеть? Значит, и что чувствовали, когда дали ему свой телефон? Что вы чувствовали в этот момент? Чего ожидали, чего хотели? Думали ли вы о нем, я говорю, в этот момент? Понимаете ли вы, что думаете о себе в этот момент? Вы думаете не о нем, а о себе? Что как бы вызывает вопрос. Насколько ваше чувство к мужчине, если они есть, чисты? И насколько вы гармоничны сами по себе? Насколько вы удовлетворены сами по себе? Нет ли у вас проблем в построении отношений с мужчинами? Нет ли у вас страха близости с мужчинами? Потому что вот эта вот ваша такая форма, да, типа, я думаю, удалить его со скайпа, зачем мне компакт, который не друг, не друг, не вряд ли, а так? То есть, такая некая импульсивность в поведении, да, вот, это может быть защитной реакцией, значит, на какой-то негатив для вас. Но негативные аспекты именно для вас. И пока вы действуете защитными механизмами, пока вы именно проявляете свою активность через защитные механизмы, ну, к сожалению, вряд ли. Вряд ли можно говорить о том, что, вот, ну, что-то будет по-другому, что-то изменит. Вот. Что-то, что-то, ну, будет иначе. Понимаете? Какая сторона. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, поведение мужчины, поведение мужчины, так, как вы его описываете, оно нормально. То есть, в нём нет ничего такого странного, страшного, непонятного и так далее. Понимаете? Это поведение на обычного человека, который... Который... Ну, переживает тяжёлые времена. Тяжёлые времена. Вот. Ну, на данный момент. Вот. Сейчас. И всё. И вы реагируете на его поведение. Вплеском своих желаний. Вплеском своих ожиданий. Понимаете? Которые, видимо, не удовлетворяются. Вами. Вами. Именно вами не удовлетворяются. Вот. Понимаете? Потому что, фактически, мужчины-то вам ничего не донят. Фактически, вы сами согласились на эти отношения. Фактически, вы сами пошли к нему навстречу. Фактически, вы сами дали ему телефон. Да? Вот. То есть, это всё ваша ответственность. Но, как будто бы, личной ответственности на себя, брат, вы не хотите здесь. Понимаете? Какая история. И я вас не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы поняли этот момент. Ну, и, конечно, очень интересно было бы узнать, по какой причине вы считаете, что мужчина, соответственно, бабник. Да? То есть, ну, что, как бы, что указывает на это, на то, что он бабник. То есть, ну, я ещё раз повторю, да, ничего не увидел такого, что свидетельствовал бы о том, что он бабник. Что он неуверенный в себе, да, что он чувствительный, да, что он эмоциональный, да, что он склонен к тревоге, да, что он нерешительный немного, да. Это тоже, всё это да, всё это есть, всё это работает. Вопрос заключается в другом, принимаете ли вы такого мужчину или нет. Потому что, даже если он с вами будет, даже если он с вами будет, даже если всё сложится хорошо, общие черты его, вот эти вот, ну, вот эти вот черты, которые сейчас имеют место быть, они будут. Они никуда не уйдут. Понимаете? Они не изменятся, эти черты. И вам нужно сразу для себя определить, вы хотите, чтобы мужчина, такой мужчина с вами был вместе? Ну, чтобы он был с вами, или нет? Если нет, то лучше сразу, сразу себе, ну, пометьте это. Вот, и всё. Понятно, да, надеюсь, о чем идет речь? Вот. Если честно, добавить, добавить на самом деле больше нечего. То есть вопрос у нас, он только один, один. Может он бабник? Нет, он не бабник. По крайней мере, вот исходя из вашего ответа, да, он не бабник. Советы... Так... Вы поймите. Психологи не дают совет. То есть психологи не имеют права давать совет. Психологи анализируют, дают рекомендации, например, сам решают, как поступать, что делать. Мы можем снять напряжение, которое у вас есть, например. Чтобы вы смогли это решение принять. Это мы можем и сделать. А советов психологи давать не имеют права. Вот, поэтому здесь, мне кажется, вы путаете нас с кем-то. Вот. Вот и всё, вот и всё. Дальше, если бы... Дальше, если бы... Я бы хотел дать вам совет какой-то, да. Я не очень понимаю, какой именно совет вам дать. Потому что у вас вопрос только один. Знаете? Вот. Из рекомендаций, но я могу только порекомендовать вам не торопить события, да. Не... Не спешить. С выводами. А дать ему... Дать мужчине возможность себя проявить. Как бы. Вот. Вот это то, что я могу вам порекомендовать. То есть, как бы удалитесь друзей, прекратите общение. Всегда успейте. Он сказал, что ему сейчас нужно время, да. Возможно... Ну, как бы... Поддерживает его тот факт, что он вот... Знает, что вы... Что вы где-то там на коридоре, что ему сейчас действительно тяжело. Тяжело. Вот. Было бы странно, если бы... Он сразу вот от этой девушки, да, пошёл бы в отношение к вам. Опять же, с точки зрения психологии, в этом ничего хорошего нет. Должно пройти время, прежде чем... Из одних отношений, как бы, переходить в другие, да. То есть, между отношениями должно быть... Прослойка, где человек один... Чтобы подумать, собраться с мыслями и так далее. Вот. Но вы такое впечатление, что этого всего, как бы, не... Не... Не принимаете вы этого всего. Как бы. Вот. И, конечно, это... Уже показатель... Того, какие у вас могут быть сложности, проблемы и так далее. Вот. В случае, если... Если действительно что-то такое есть у вас, То... Я мог бы... Да и любые... Любые... Каждый из коллег... В области психологии... Могли бы вам помочь... В этом. Ну, то есть... Ну... В решении проблемы... Вашей... Вот. Так что обращайте, если... Кхм-кхм... Если, ну... Нужна помощь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы... Дополнительные... Пишите... Пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи.